Привет! Добро пожаловать в наш второй урок английского языка. И сегодня мы с вами будем разбирать ситуацию в супермаркете, в который я так сильно люблю ходить. Я думаю, это просто необходимость, чтобы мы ходили в супермаркет, покупали продукты и не боялись подходить к кассе и разговаривать с кассиром. Потому что, зная сама по себе, особенно когда я только приехала, было очень страшно, я очень нервничала даже просто пойти в супермаркет и думаешь, если тебя кассир что-то спросит, а если он тебе что-то скажет, и если я не знаю, что ответить, то все, я провалюсь кассиром. Сегодня мы с вами разберем ситуацию, которая произойдет с нами в супермаркете, на кассе, когда мы будем рассчитываться за все продукты. Давайте начнем. Давайте возьмем, например, наш местный супермаркет Publix. В каждом штате есть, скажем так, свой местный супермаркет. В нашем штате Флорида, Южной Флориде, это Publix, это большая сеть супермаркетов, которые есть, я думаю, в каждом городе Южной Флориды. Сегодня мы разберем с вами ситуацию, когда мы с вами подходим рассчитываться у кассира. Не будем разбирать отдельные ситуации, когда мы зашли в супермаркет, когда мы с вами пытаемся взять кусочек сыра, либо кусочек мяса, либо в рыбном отделе что-то попросить. Там это все по мелочам, я думаю, что это можно будет в отдельном видео разобраться. Самое главное, это когда вы подходите к кассиру. В общем, мы зашли в супермаркет, мы взяли все, что нам нужно. Здесь в супермаркете нам овощи, фрукты, ничего-то взвешивать здесь не надо. Вы приходите, берете пакетик, накладываете то, что вам нужно. Берете, все, набрали, собрали. Вы подходите к кассиру. Подходите к кассиру. Конечно же, как и здесь, здесь вас приветствует. Hello, how are you? How was your day? Did you find everything ok? Вас приветствует, говорит, как дела? И спрашивает, did you find everything ok? Что означает, нашли ли вы все, что вы сегодня искали? И вы отвечаете yes, thank you. Тоже приветствуйте сначала, либо вначале вы приветствуете. Скажу вам по секрету, в наших супермаркетах в Южной Флориде продавцы не такие вежливые, как в настоящей Америке, скажем так. В Америке это скорее всего, что больше в Латинской Америке, чем в Америке. Поэтому и люди такие здесь живут из этих разных стран и работают здесь в разных сферах. И иногда они не настолько вежливы, как типичные американцы. Поэтому часто бываешь, сталкиваешься с таким, что приходишь в супермаркет и тебе даже не говорят привет. Ты им говоришь привет и иногда бывает такое, что я им говорю привет и ждешь реакцию, что они на это скажут. Про русские магазины вообще молчат. Это отдельная история, мы с вами ее разберем в отдельном видео, но не урок английского языка. В общем, мы подошли к нашему продавцу. Кассир, кащир называется здесь. Вы покупатель, вы кастомер. Вы выкладываете все на дорожку, все ваши продукты и кассир начинает все сканировать. И она это все отсканировала и спрашивает вас. Cash or credit? Что означает? Do you want to pay with cash or with credit card or debit card? Cash or credit? Это вопрос, как вы будете расплачиваться. Вы хотите платить наличным или вы хотите платить карточкой? Кредит это может быть любая карточка. Кредит, дебит, food stamps это государственная помощь и любая другая карточка. Cash or credit? Он не будет просто полностью спрашивать вопрос. Do you want to pay with cash or with credit or debit card? Просто спрашивает cash or credit? И вы отвечаете, например, давайте мы будем расплачиваться с карточкой. Вы говорите credit card, please или debit, please. И вам говорит продавец, кассир, can you please swipe your card? Можете провести свою карту. Либо сейчас у нас везде на многих карточках велит чип, can you insert your card? Значит, засунуть свою карточку. Все, вы засунуете карточку. И здесь во многих магазинах вас спрашивают, хотите ли вы взять cash back? И продавец вас тоже может спросить, do you want cash back? Что означает, хотите ли вы взять наличный? То есть в любом магазине вы пришли расплачиваться с карточкой, вы можете взять наличные своей карточки. У вас будет стоять выбор в этой машинке либо там 20 долларов, не знаю сколько, 10 долларов. Вы выбираете сумму, нажимаете yes. Если no, то нажимаете no. И вы говорите yes, please. Либо вы говорите no, please. Yes, please. No, thank you. Перед тем, как расплатиться, продавец может вас спросить, do you have any coupons today? Что означает, если у вас сегодня какие-то купоны вы хотели бы использовать на свою покупку. Купоны в каждом, не в каждом, в большинстве магазинов есть такие специальные книжечки, где там есть какие-то купоны, специальные акции проходят. Либо у нас есть много сайтов, где вы можете найти специальные такие электронные купоны, которые вы можете распечатать, либо в газетках и все это принести и вам дадут какую-то скидку. То есть вас спрашивают, do you have any coupons today? И вы говорите no, I don't. Или yes, I have. Yes, I do. И даете купоны вашему кассиру. Сейчас давайте разберем такую ситуацию. Вы стоите возле кассира и вы хотите купить пачку сигарет, например. И кассиры, обычно сигареты они держат в отдельном отделе, который называется customer service. Вы можете пойти сразу же купить там, либо вы можете попросить у кассира, и она пойдет, или кого-то попросит, чтобы ей принесли эту пачку сигарет. Вы хотите купить пачку сигарет, и вы ее спрашиваете, can I have a pack of cigarettes, please? Можно ли мне купить пачку сигарет, например, давайте возьмем Marlboro. Can I have a pack of Marlboro lights, please? Можно мне взять пачку у Marlboro легкого, пожалуйста. И кассир вас спрашивает, если вы выглядите молодо, то она вас может спросить удостоверение личности. Она может вас спросить, can I see your ID, please? ID – это подозревает любой документ, который удостоверяет вашу личность. Это либо ID-карт, это либо водительские права, либо паспорт, все что угодно, где она может посмотреть ваш возраст. И вы достаете этот ID, показываете ей, она смотрит, говорит thank you, и идет, берет для вас сигареты и дает для вас эту пачку сигарет. То же самое с алкоголем. Сигареты, если меня не изменяет память, можно покупать с 18 лет, а с алкоголь с 21 года. То есть, если вы взяли в супермаркете, у нас продается вино и пиво. Более-таки горячительные напитки продаются в отдельном отделе. В пабликсах супермаркетов есть отдельный отдел, где как раз-таки продается, скажем так, hard liquor. Это более тяжелый алкоголь. То есть, если вы покупаете вино либо пиво, тоже так же вы рассчитываетесь, она может посмотреть на вас. Если вы ее покажете слишком молодо, тоже может вас спросить, can I see your ID, please? И вы ей должны показать ID. Если у вас нет ID, скорее всего, что вам не продадут, потому что здесь это закон. И про это тоже, я думаю, можно рассказать отдельную историю, как даже на той же нашей заправке подставляли, проверяли, и человек продавал алкоголь, и потом попадал, а попадал, получил эту проблему, скажем так. Этого отдельную историю я могу рассказать, если вам будет интересно, по поводу ID, продавания алкоголя и так далее, сигареты даже. Когда вы приходите в супермаркет, у нас здесь стоит кассир, и у них есть в пабликсе люди, которые вам все кладут в ваш пакет. Ваши товары кладут в пакеты, и все это выставляют на вашу шоппинг-карту. Но прежде чем рассказать о них, давайте я вам расскажу еще, какая ситуация может произойти с кассиром. То есть вы расплатились, допустим, купили свои сигареты, показали ID. Кассир может вас спросить в самом конце. Do you want to donate a dollar to our children's hospital? Что означает, не хотели бы вы помочь детям в госпитале и дать нам 1 доллар? Donation это называется. То есть это очень часто бывает у нас в пабликсе. Сейчас, допустим, они собирают деньги, мне кажется, чтобы купить какие-то школьные принадлежности к каким-то детям. Точно не знаю. Но вот когда я была последний раз в пабликсе, это было сегодня, 2 часа назад, у меня спросили, Do you want to give a dollar for donation? И я сказала, нет, спасибо. Потому что я не могу ходить каждый день в спермаркет и давать деньги налево и направо, скажем так. А я их тоже не печатаю, нужно тоже знать меры, скажем так. И вообще продонation тоже это отдельная организация, которая тоже на этом хорошо и хорошо зарабатывает. И совершенно неизвестно, сколько из этого с 1 доллара идет именно туда, куда это предназначается. После того, когда вы все расплатились, кассир, вы дали деньги либо карточкой, кассир дает вам чек и спрашивает, если вы хотите этот чек положить в пакет, либо дать его вам в руки. Можете спросить, Do you want your receipt in your bag or with you? И вы можете сказать, Just put it in my bag, please. Пожалуйста, просто бросьте в мои мешки. Либо вы можете сказать, I can have it. И берете свой receipt, свою сдачу и также вежливо с вами прощаются и говорят, Thank you. Have a nice day. See you soon. Thank you for shopping with us. В Publix, именно в этих супермаркетах, у них видимо такая тенденция, они учат всех своих работников быть очень вежливыми. Даже в том, что там у них работают такие, которые не вежливые, они все-таки пытаются как-то быть, соответствовать, скажем так, стандартам супермаркета Publix. Но прежде чем вы ушли, тот человек, который положил все ваши сумки в шоппинг-карт, он вам может предложить свою помощь. Он вам может предложить, не может, он предложит вам 100% свою помощь, чтобы взять эту тележку и выкатить ее на улицу и заположить все ваши пакеты в вашу машину. Они не пытаются на этом как-то заработать. Мне кажется, у них даже есть таблички, мы не работаем за типсы. Типсы – это значит чаевые. Им даже запрещено, мне кажется, брать чаевые. Но в любом случае, когда человеку помогает, вы уже по привычке дадите им чаевые. Так что же он вас может спросить? Может вас спросить, Do you want me to take care of that? Или он может вас спросить, Do you want me to help you with these bags? Вы можете сказать Yes, please. Да, пожалуйста. Либо No. Thank you. I got it. Нет, спасибо. Я справлюсь сама. И если вы справитесь сама, он также вам пожелает хорошего дня. Thank you for shopping. Have a good day. Или если вы согласитесь, чтобы вам человек этот помог, он идет с вами до машины, с вашей шоппинг-карт, выкладывает все в ваш пакет. Может спросить у вас, как ваш день сегодня, как ваше настроение. Ну, просто поговорить о жизни, как здесь многие любят. И все. Когда он все это уберет, вы можете дать ему чаевые. Но чаевые, как я вам уже сказала, что они, по идее, не должны брать за это чаевые. Потому что это просто магазин хочет, чтобы они так были дружные, помогали всем покупателям. Потому что покупатель это номер один. Но я бы дала. Если честно, когда я хожу в супермаркет, я сама справляюсь и мне помощь не нужна. Потому что обычно такие люди, которые там стоят, работают, это старые, пожилые, уже знаете, в пожилом возрасте. Дедушки, бабушки, которые, знаете, на пенсии, но хотят какую-то подработку. Так что я не хочу их напрягать и справлюсь сама. Вот такой у нас сегодня состоялся небольшой поход в супермаркет, где мы с вами купили пачку сигарет, какие-то продукты и коробку пива. Показали наш ID, поговорили с кассиром. Пожелали всем хорошего дня. Не оставили донейшн, не просили помощи у человека и ушли домой. Надеюсь, что этот урок был для вас полезен. Всем хорошего дня. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok